30 июля председатель правительства Дагестана Абдул-Мусим Абдул-Мусима совместно с главой города Каспийска Борисом Гонцовым и представителями госструктур региона провели очередную проверку новой школы на 1224 ученических мест по улице Кизелюртовская, реализуемой в рамках проекта образования. В ходе комиссионного выезда было озвучено, что работы по данному объекту в целом соответствуют установленным срокам. Есть некоторые недочеты, которые в ближайшее время будут устранены, и образовательное учреждение будет готово к открытию 1 сентября текущего года. Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что глава города Борис Гонцов оказал колоссальную поддержку в подготовке школы к новому учебному году. Также председатель правительства Думуслима Думуслима совместно с комиссией отправился на очередной объект, где также проходит строительство нового корпуса школы номер 2 имени Назарова на 300 ученических мест. Напомним, что здание было решено построить из-за отсутствия мест для школьников. В ходе проверок было выявлено, что подрядчикам затягиваются сроки завершения строительства, в связи с чем Адумуслима Думуслимов дал критическую оценку общему подходу к организации работы на объекте. Продолжаются работы. В завершающей стадии уже работы по электрике, по отделочным работам. Поставка оборудования уже началась, она занималась дирекцией. В принципе, там пищеблок, частичная мебель уже завезена. Отметим, что по проекту здание школы состоит из пяти блоков. Учебный корпус, пищеблок, актовый зал, спортивный блок и переход. В новом корпусе имеются современные учебные классы для проведения уроков, молебные комнаты, учительство и многое другое. Также предусмотрены условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Подрядчику было поручено привести в готовность образовательное учреждение до 1 ноября 2024 года и обеспечить полную техническую и документальную готовность объекта к вводу в эксплуатацию. Куда надо минимум с завтрашнего дня 60-70 человек поставить. Уже надо и клирик, уже надо окна мыть, уже надо и косить траву. Все надо делать параллельно, иначе не успеть. Иначе не успеть. И этот объект реально, который можно сдать, и в нем больше всего город нуждается, и люди нуждаются. Стоит подчеркнуть, что в состав комиссии вошли вице-премьеры Муслим Телякавов и Заур Иминов, глава Минобороны науки Республики Дагестан Яхья Бучаев, глава Каспийска Борис Гонцов, в Рио главы Минстроя Бахтияр Улаев, депутат Народного собрания Республики Дагестан Елена Павлюченко, представители ОССС, СКФО и многие другие.